Итак, я заменила нить и вывела иглу вот в этот уголок и пойду расшивать вот так по кругу. Начну я расшивку с красного бисера и с мелкого вот этого темно-коричневого и вот здесь практически черного бисера. В уголок пришиваем мелкий темно-коричневый, а затем одну крупную красную бисерину. Расшивку я делала в хаотичном порядке, поэтому меняйте направление, как вы кладете бисер. То есть, если одна бисеринка вот так у вас пришивается, то рядом расположенную я пришивала в другом направлении. Например, вот эта золотистая, она расположена вот так. Субтитры потом спала. Продолжение следует... Далее я перехожу вот в этот уголок и здесь пришиваю 3 темные мелкие бисеринки. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее у меня идет одна красная, одна темная мелкая, одна красная. Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, у меня получается, что вот в этой броши канитель чуть-чуть короче, чем в этой. Ну, ничего страшного. В принципе, адаптировать рисунок можно. И я думаю, что вы будете делать то же самое. Если вы видите, что у вас чуть-чуть получается по-другому, ничего страшного. Теперь пришиваю одну красную, чуть-чуть ниже. На данном этапе я особо не смотрю, какая бисеринка крупная, чуть-чуть мельче. То есть это будет важно, когда уже останется совсем мало пространства. И вот там, чтобы либо закрыть лишнее пространство, надо будет искать бисеринку покрупнее, либо если будет оставаться совсем мало места, то придется искать бисеринку мелкую. Дальше я пойду вот сюда в уголок и пришью две красные, одну темную, которая практически как черная и еще одну красную. Дальше я пойду вот сюда. Дальше я пойду вот сюда. Дальше я пойду вот сюда. Вот такие бисеринки, которые очевидно неправильной формы. Вот видите, такая у меня здесь нашлась. Такие я, конечно же, не использую вообще. Ну что, теперь вот это оставшееся пространство я заполняю темными мелкими бисеринками. Единственное, что вот здесь, возле вот этой вот красной я добавлю темную, а потом вообще золотистую вот здесь. То есть вывожу в уголок сюда рядом с красной. Добавляю темную, темную маленькую. И возле нее добавляю золотистую. И теперь заполняю уголок вот такими темными мелкими. Добавляю. Вот такими. Вот такими. Вот такими. Добавляю. 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 Я так понимаю. Добавляю. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Пока я не буду заполнять здесь, пришью вот эти оранжевые большие бусины и буду смотреть, что по рисунку лучше подойдет. Перехожу на вот этот уголок, самый уголок маленькую темную, потом две красные и по одной красной по бокам. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Одну темную маленькую возле боковинок, одну между ними, а вот здесь у меня добавлены две, то есть добавляем здесь одну, одну посерединке и две сбоку. Продолжение следует... Я вижу, что вот эти две бисеринки как-то не хотят лежать рядом. Сейчас я попробую их немножко подтянуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь переходим в уголок темная и одна красная. Продолжение следует... И вот здесь... Красная и внизу одна темная. Вот здесь у меня одна такая толстенькая. Я думаю, может ее сюда пустить. Да. Смотрю ее. Продолжение следует... Маленький кусочек нити остался. Постоянно выпадает. Сейчас я ее заправлю. Сделаю узелок и возьму новую нить. И будем переходить с вами к желтому бисеру. Так, заполняем вот этот промежуток мелким желтым бисером толка. И бисер пришиваем в хаотичном порядке. Тут в самом начале хаотичный порядок не получится, потому что достаточно узкое пространство. Так, сейчас я хочу добавить вот эти две оранжевые. И затем заполнить пустое пространство золотыми. И так далее. Продолжение следует... Знаете, так как у меня здесь листик получился побольше, я добавлю еще одну оранжевую. И все оставшееся пространство заполняем золотыми. Я заполнила все здесь и вот сюда попробовала добавить еще бисеринки, они хорошо вписались. Вот эти две, вот одна и рядышком еще вторая. Вот это у меня было пусто, поэтому я эту пустоту закрыла. Теперь переходим к следующему уголку. Вот здесь добавим 3 оранжевые бисеринки и в уголок вот сюда еще одну. Так. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Все остальное пространство заполняю желтым бисером Этот листик у меня получается больше Вроде бы он незначительно больше по размеру Но за счет этого получается больше вот такого цвета Если хотите, вы конечно можете играться с цветом Просто добавляйте больше того бисера, который вам нравится И именно поэтому я думаю, что вот сюда я добавлю еще одну раджуу А вот теперь заполню пропуски золотистым цветом Переходим на следующий лепесток Вернее, следующий уголок И добавляем оранжевый Раз Возле красный два Немного вдоль канители И вот здесь в уголке Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok И вот сюда в уголок я добавлю несколько Потому что здесь тоже побольше пространства получилось Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вдоль конетели раз, два, три, с другой стороны уже конетели, четыре. Так, я уже понимаю, что мне хочется здесь по серединке добавить. Чуть больше, потому что здесь узко, а здесь получилось шире, поэтому я тут добавлю больше такого оранжевого бисера. Две бисеринки, доль конетели. Доль конетели. Доль конетели. Доль конетели. Две бисеринки, доль конетели с этой стороны. Доль конетели. Доль конетели. Доль конетели. Теперь вот этот уголок в промежутке здесь заполняю золотистым бисером. Заполняем следующий уголок. Здесь вдоль конетели идут три оранжевые. Под вот этой рубкой снова две оранжевые. И чуть-чуть выше. Раз, два. Попробуем повторить что-нибудь такое же. Доль конетели. Доль конетели. Доль конетели. Доль конетели. Раз, два. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Заполняем пропуски Итак, я уже закончила свою расшивку Теперь мне нужно аккуратно вырезать брошь по контуру канители Я буду использовать для этого ножнички А затем, там где мне будет тяжело отрезать нормально вот этими ножничками Я помогу себе вот такими Вырезаем очень аккуратно Смотрим, чтобы не задеть вот здесь вот эти ниточки Иначе вся наша работа может быть испорчена Вот что у меня получилось То же самое я уже сделала с той заготовочкой, которая у меня была до того, как я начала снимать видео Итак, далее нам надо сделать вот такую небольшую штучку Которую мы положим между нашей заготовочкой и обратной стороной Это картон Как вы видите, он не идет точно по контуру, а гораздо меньше То есть, что мы делаем Берем кусочек картона Берем нашу брошь И обводим ее А теперь вырезаем, но не по этому контуру Отступаем от контура где-то миллиметра четыре Например, вот эту вот маленькую часть Я не уверена, что я буду вообще вырезать Потому что она слишком маленькая Смотрим, чтобы у нас нигде ничего не вылазило Вот, например, вот здесь вот верхушка Я вижу, что не очень хорошо ложится Я кусочек этот срежу Вот здесь еще немножко подрежу Так как здесь маленькая брошь сама по себе Я не буду внутри картона вырезать дырочки Я просто сделаю вот здесь вот эту вот часть Побольше вырежу Чтобы сюда замочек этот лег И то же самое сделаю вот с этой стороны Чтобы вот эта часть прошла Вот эта Если у вас точно такой же замочек, как у меня Убедитесь, что вот эта часть его Вот этот маленький кусочек провозочки Он находится сверху картона Потому что если вы его запрячете туда То вы не сможете открывать То есть он должен быть вот так, снаружи Следующий этап Нам нужно вырезать обратную сторону Вот она у меня уже вырезана Для вот этой моей заготовки Теперь то же самое сделаю Для вот этой Убедитесь, что вы правильно кладете Вашу брошь То есть эко-кожа должна быть с лицевой стороной Вот здесь И аккуратно обводим Так, теперь перекладываю И смотрю, все ли у меня хорошо Если где-то что-то выступает Опять-таки использую вот эти ножнички Я это подправлю Так, ну что Готово Сейчас я хочу приклеить эту картонку К части, которая расшита Чтобы немножко зафиксировать Я здесь открывала новый маленький тюбик клея Случилась небольшая авария Сломался вот этот вот кончик Я, конечно же, все обляпалась Попыталась очиститься Но получилось не очень хорошо Поэтому надо сейчас как-то очень-очень аккуратно Писать клей К� relevались ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, я оставлю это на... Немножко, на несколько минут, чтобы оно все застыло и приступим к вот этой части. Ну что ж, вот уже клей схватился, все хорошо держится. Теперь будем крепить вот эту часть. Для этого надо аккуратно отметить, где у нас находится вот эта часть и вот эта. Для них надо сделать прорези. Продолжение следует... 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 Где-нибудь вот отсюда. Релок прячу внутри. Вывожу ниточку возле канители. Теперь делаю прокол. Отступаю от краешка чуть-чуть, пару миллиметров. Прохожу через петельку. Теперь под канитель и вывожу на обратной стороне. Под канитель. Продолжение следует. Таким образом иду по кругу. Все краешек я обработала. Вот что у меня получилось. Теперь я завяжу маленький узелок и спрячу нить внутри. Вот такая брошь у меня получилась. Очень надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Буду рада видеть ваши отзывы у себя в комментариях под видео. Также, если вы будете делать такую брошь и выставлять фотографии в инстаграм. Буду очень рада посмотреть на ваши работы. Для этого вы можете меня отметить хэштегом. И я все увижу. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok